Ребят, всем привет! Сегодня я со своим помощником расскажу вам, что такое ШТОП в австрийских университетах, что это страшное и непонятное слово означает, и почему ему не стоит бояться-то. Это видео будет особенно полезно для студентов, которые только получили письмо зачисления, и планируют свой учебный семестр. Если у вас есть такие друзья, то поделитесь с ними этим видео. Поехали! ШТОП – это сокращение термина Student-Eingangs-Orientierungs-Fase, и он переводится как «водная ориентировочная фаза». Это тот самый первый кусочек, отрывочек вашей учебы, которую вам предстоит пройти. За ним следует керн фазы, то есть основной блок предметов. Суть фазы ШТОП заключается в том, чтобы дать студенту понять вообще, как устроена система образования Австрим, подходит ли вам специализация. И самое главное, я считаю, это то, что фаза ШТОП дает вам возможность выработать эффективные стратегии обучения. Лично для вас. Замечу, что данная фаза есть не на всех специальностях бакалавра, однако, если есть, то дает вам от 15 до 30 пунктов ИДСТС. Давайте теперь рассмотрим правила ШТОПа. Первое. Университет предусматривает, что на сдачу данной фазы у вас есть один семестр, если вы хотите закрыть вообще всю свою учебу за три года. Однако, это не есть обязательным, то есть вы можете учиться как два, так и три семестра. Второе. Приметов, как правило, от трех до пяти. Меньше не видела, больше возможно. Третье. Эти экзамены очень похожи на ЗНО и ЕГЭ. Как вообще проходит учебный процесс? Вы ходите на лекции, а также самостоятельно учитесь дома, и приходите непосредственно на экзамен, который состоит из закрытых тестовых вопросов с нескольким вариантов ответа, то есть multiple choice test, и он составляет 100% вашей оценки. Это хорошо и плохо, потому что плохо, что у вас нет возможности зарабатывать баллы на парах, однако некоторые предметы дают бонус-баллы, но это нужно узнавать конкретно предметам. Следующее правило. Для успешной сдачи вам достаточно от 50 до 60% правильных ответов. И из-за этого следует еще одно правило. Если вы не сдали предмет, не волнуйтесь, вас не выгонят. У вас есть еще несколько попыток пересдать. ВУ, например, дает 4 попытки на каждый предмет. Следующее. Когда вы закрываете штоп, то есть сдаете все предметы и берете предметы новой фазы, и пересдавать штоп, как правило, нельзя. Исходя из вышесказанного, я хотела бы дать вам пару советов о том, как проходить эту фазу. Первое. В учебном семестре есть, как правило, 3 экзаменационные недели. Мой совет заключается в том, что я призываю вас не сдавать все предметы в одну экзаменационную неделю. Первое. Это чревато тем, что вы получите много стресса, потратите кучу нервов и времени, мало что запомните и, вероятнее всего, все предметы вы не сдадите. Второе. Представьте, что штоп – это игра. Ваши главные ресурсы – это ваш ум и ваше время. Ваша цель – это разработать такую стратегию, которая позволит вам с минимальными затратами достигать максимальных результатов. Что я имею в виду под этим? Например, если вы лучше воспринимаете информацию читая, возможно, вам не стоит тратить дополнительное время на просмотр видео-лекции. И так далее. То есть я призываю вас не погружаться в учебу, так сказать, неосознанно. Я прошу выжимать максимум из учебы, но при этом давать тебе возможность жить. Иначе вам будет казаться, что вообще вы на какой-то каторге, учеба никогда не заканчивается, а вы еще ничего не понимаете. Потому что вы, возможно, тратите время на то, что приносит вам очень мало результата. Не делайте это. Также мой совет для студентов в У. Я сняла видеоподборку, инструкции к каждому предмету, что совету их посмотреть. Они очень информативные, короткие, полезные. Самый последний совет – это вот я не люблю, когда студентам говорят. Да, забиты на оценки, учись как учиться, четверки тоже пойдут, ты только начинаешь. Да, с одной стороны, в этом есть смысл, но так я тоже думала. Но я столкнулась с проблемой. Когда я подавалась на СБВЛ, а в Вирчерс Университет, когда вы подаетесь на специализацию в рамках бакалавра, вам нужен проходить отборочный этап, отборочный тур, так сказать. На ваши оценки, что опа, смотрим. Здесь мой совет вообще, к чему я призываю, к тому, чтобы заранее об этом знать, быть готовым и понимать, что окей, я, например, хочу в будущем, в конце бакалавра, взять специализацию в маркетинг. Тогда вы понимаете, вы заходите на сайт ВУ, смотрите, какие предметы важны для того, чтобы пройти на эту специализацию. И понимаете для себя, окей, если я сдала на четверку право, и на это право никто не будет смотреть на маркетинге, ладно, я его оставлю и пойду дальше. Но вот если я сдам плохо, например, экономику, она ее будет смотреть на маркетинге. Блин, надо перестать, да? То есть это вот то, что я вам советую. Тогда у вас больше шансов попасть на ту специализацию, которую вы хотите, а не на ту, которая вам достанется. Вот. Солнце вышло. Это были все мои советы. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Если у вас есть вопросы, если остались какие-то незакрытые пробелы, да, либо же, если вы хотите поделиться своим опытом для новичков, для поступающих, пожалуйста, пишите это в комментариях, я буду очень рада это все с вами обсудить. Поставьте лайк, чтобы я знала, что это видео было порезан для вас, и подпишитесь, если еще этого не сделали. Скоро увидимся. Да, кот? Вот так вот.